Спроси, что важнее, права человека или интересы общества? Права человека. Почему? Я считаю, что общество не идеально. Общество может ошибаться. Общество может быть эгоистичным. Общество может иметь корыстные интересы. Общество может быть реакционным. Общество может быть тоталитарным. Общество может быть авторитарным. Общество может быть, в конце концов, необразованным. Поэтому я всегда ставлю на индивида, который выходит из общества. и светится там. Никакое общество не должно стоять выше индивида, который может пробивную мысль предложить ему, может дать что-то новое, движется за горизонт и экспериментирует. Мы начали с вопроса, и ты мне писал сегодня, а почему, ну, про историю философии мы должны были поговорить. Есть один интересный следователь, истоков философии. Я думаю, что это интересно. Я решил подготовиться и к этому стриму, хотя тоже как бы это уже некоторый тик нервный, готовиться к каждому стриму. Есть такой важный момент. Это Чанышев. Чанышев. Он историю возникновения философии, собственно говоря, подводит. И спрашивает себя, почему же истоки философии у нас находятся не в притчах древнего Египта, хотя они имели основы очень такие философские, не в Индии или Китае, где они развивались медленнее. А Древняя Греция, почему? Почему именно это считается таким местом, точкой, до Сократики? Почему они считаются общим местом? Потому что Древняя Греция не умоляла интересы и права индивида. Этот индивид, каким бы он ни был странным, каким бы он ни был непонятным, девиантным, не был табу в этом обществе. Это было свободное общество, где этот человек мог проявить себя, где этот человек, рискуя собой, делал то, что другие не могли делать. И поэтому общество индивида всегда победит общество коллектива. И поэтому общество, где награждается единичный человек, который сделал нечто больше, чем все остальные, и имеет за это награду, будет прогрессивнее, богаче, развитее, свободнее и лучше, чем любое коллективное общество. И здесь есть дихотомия людей, которые считают, что у нас коллектив должен доминировать. Нет, коллектив это советская власть, общество это советская власть, это интересы и приматы, доминаты интересов, группы лиц, неважно, какого интеллекта, образования, доходов, вот группы над одним индивидом, который может выше их всех быть. Один Леонардо да Винчи, который умел делать летательные аппараты, и 99% Италии, не понимавшая даже близко его идей, это Тициан, Боттичелли, рисовавшие картины для людей, едва ли понимавшие, зачем им эти картины. Это люди, которые прорывали эксперименты для людей, которые не осознавали смысл электричества или смысл радио и телефонов. Это люди, которые делали катера, быстроходные суда, которые делали самолеты, которые, их идеи совсем, совсем были чужды тому времени, тому обществу. Люди, которых не понимали, люди, которые заглядывали за горизонты, дальше шли, рискуя собой, открывая новые страны, открытия которых были неважны для людей, которые остались там, на материке. Поэтому, черт возьми, в тысячу раз важнее один человек, чем миллионы. Бывает и так, что жизнь многих людей ничто в сравнении с жизнью одним человеком, одного, который меняет весь мир. И здесь есть некоторый эгоизм и очень тяжелый урок истории, да, но, к сожалению, историю движет не масса людей, масса движима одним человеком или группой лиц, но эти люди, они переламывают историю своим новым видением, видением, не похожим, не таким. И именно вот это позволяет людям в свободном обществе в защите этого индивида, одной личности, побеждать общество гораздо больше, но в которых люди ничего не делают без ведома всех, чтобы они все делали, если все делают или не делали, если нет.